Арт-сайт, док-сайт продакшн, CBC и NHK представляют. Новые технологии изменили ритм нашей жизни. Мы стоим на пороге революции, которую принесут нам нанотехнологии. Мы получаем новые материалы, о которых ещё несколько лет назад даже не могли помыслить. В форме наночастиц привычные нам вещества обретают совершенно новые свойства. Окружающий нас мир становится всё более безопасным и интерактивным благодаря сокращению размеров всевозможных электрических приборов. Компьютеры становятся всё меньше и мощнее. Кто знает, возможно, это предтеча новых форм искусственного интеллекта, которые смогут удовлетворять любые наши потребности. Мы научились преобразовывать материю на совершенно новом уровне. Нанотехнологии делают наш быт проще и лучше за счёт более эффективных и надёжных устройств. Нанотехнологии — это ключ к будущему. Они затрагивают не какую-то одну область, а все аспекты нашей жизни. Последние исследования в корне изменили наше представление о взаимодействии с окружающей средой, но каков характер этих изменений? Использование нанотехнологий даёт много возможностей и вызывает немало опасений. Изменившийся ритм жизни и воздействие, которое новые технологии оказывают на общество, ставит перед нами всё больше и больше вопросов. То, что мы сейчас переживаем, не имеет аналогов в истории. Мы сами творим историю, не зная при этом, в каком направлении она будет двигаться. Нанотехнологии. Невидимая революция. Лучший мир. Фильм Тахира Хамана и Оливье Жульена. Электронный микроскоп позволяет заглянуть в мир неизведанного. Мир наноразмеров. Мир, измеряемый миллионными долями миллиметра. В таких масштабах вещества проявляют самые неожиданные свойства. Использование этих свойств обещает новую технологическую революцию. Нанотехнологии дадут нам радикально новые возможности. Мы научимся управлять телом человека и окружающей средой. В нашей программе мы расскажем о загадочном и неизведанном мире и революции, которую они обещают. Все началось в 80-х годах 20 века с изобретения инструмента под названием сканирующий туннельный микроскоп. Профессор Джеймс Джимзевский провел всю свою профессиональную жизнь в мире наноразмеров. Он стал одним из первых в мире людей, получивших возможность исследовать материю на уровне невероятно малых величин — миллионных долей миллиметра. Эти микроскопы изучают поверхность подобно тому, как слепые читают шрифт Брайля. Сканирующий микроскоп использует зонд, представляющий собой иглу толщиной в один атом. Когда игла приближается на несколько нанометров к образцу, происходит обмен электронами с ближайшим атомом. Это явление называется туннельным эффектом. Изменения увеличены туннельного тока фиксируются, и на основе данной информации идет построение топографии поверхности. Программное обеспечение позволяет преобразовать полученные данные в изображение. Эти изображения дали ученым ключ к новому миру. Благодаря сканирующему электронному микроскопу, профессор Джеймс Джимзевски, мы впервые начали получать изображения атомов в молекул. Мы смогли изучать их форму. Это стало настоящей революцией в науке, ведь мы начали смотреть на многие вещи по-другому. Мы обратили внимание на свойства отдельных атомов, а не миллионов и миллиардов атомов, как это было в прошлом. Использование новой технологии привело к поразительному открытию. При приближении прибора к атому на расстоянии в один нанометр, между ним и атомом возникала связь. Используя эту связь, ученые нашли способ перемещать отдельные атомы. Сканирующий туннельный микроскоп позволил практически прикасаться к молекулам и атомам. Мы впервые смогли манипулировать атомами на поверхности вещества и создавать структуры, которые раньше нельзя было и представить. Эта новообретенная возможность наблюдать и манипулировать мельчайшими частицами, составляющими материю, и дала рождение нанотехнологиям. Этьен Клейн, физик и философ, считает, что возможность технологического прорыва, который обещают нанотехнологии, реальна, но во многом строится на энтузиазме ученых. С момента экспериментального подтверждения существования атома Этьен Клейн до момента получения возможности ими манипулировать прошло меньше ста лет. Перед нами открываются такие возможности, о которых мы раньше подумать не могли. Благодаря этому правительства всех развитых стран стали проявлять интерес к соответствующим наукам. Все началось с американской инициативы 2002 года, с которой выступили физики Рока и Бенбридж. Эти ученые выступили с абсолютно сумасшедшей идеей о том, что благодаря нанотехнологиям человечество сможет решить все стоящие перед ним проблемы. Это заявление стало толчком к началу многочисленных исследований. Однако первичные результаты исследований говорили о том, что реальность куда прозаичнее. Наноматериалы. Архитекторы работают с материалами, которые появились благодаря нанотехнологиям. Например, стекло. Оно было одним из первых материалов, которое испытало на себе результаты развития нанотехнологий. И без того, наделенное многочисленными свойствами тепла и звукоизоляции стекло является традиционным материалом, но в начале нового века приобрело и другие дополнительные свойства. Кластеры молекул диоксида титана на поверхности стекла имеют диаметр всего 10 нанометров. Благодаря этому невидимому дополнению стекло способно самоочищаться под действием света. Если сравнить обычное стекло и стекло, обработанное наноматериалом, под лучами ультрафиолета разница будет очевидной. Под воздействием ультрафиолетовых лучей Солнца кластеры диоксида титана заряжают молекулу кислорода из воздуха, делая их активными. Этот активный кислород способствует разрушению пыли. Но этим эффект не ограничивается. Вот как обработанное наноматериалом стекло может использовать для самоочистки дождь. На обычном стекле вода собирается в капли. Однако на обработанном стекле она взаимодействует с наноматериалом и равномерно распространяется по поверхности. В последнем случае вода проникает между поверхностью стекла и пылью, смывая ее. Примеров коммерческого применения нанотехнологий уже достаточно много. В городах Японии широко применяются фотокаталитические покрытия. На звукозащитных барьерах шоссе, на стенах домов и даже больничных туалетах. Наноматериалы можно найти даже в противовирусных масках. Это еще один пример незаметного распространения нанотехнологий. Чем больше ученые узнают о взаимодействии веществ на наноуровне, тем больше они находят возможностей для применения нанотехнологий. Фотокатализатор состоит из крошечных наночастиц. Их эффективность напрямую зависит от формы. Как только мы поняли, какая нужна форма, как только научились ее конструировать, как только сумели проникнуть в мир наноразмеров, мы получили нечто очень и очень эффективное. У большого куска диоксида титана нет нужных свойств, и это только начало. Процесс эволюции наноматериалов будет долгим. Добавление наночастиц наделило многие привычные материалы новыми свойствами. Но некоторые открытия, связанные с использованием нанотехнологий, могут привести к более значимым изменениям, вплоть до появления совершенно новой архитектуры. В 1991 году среди продуктов сгорания, полученных при использовании электрической дуги, профессор Игима обнаружил материал, который уже наблюдали при аналогичных условиях, но так и не описали. Изучив материал на наноуровне, профессор выявил его подлинную природу. Речь шла о новой форме углерода, об углеродной нанотрубке. В процессе сгорания атомы углерода образовывали свернутые в цилиндр плоскости, сформированные правильными шестиугольниками. Углеродные нанотрубки — это один из первых примеров материала, созданного человеком в лаборатории. Это не какая-нибудь модификация существующего материала. Они обладают совершенно уникальными свойствами. Это если вкратце. Диаметр таких трубок всего один нанометр. Они в сто тысяч раз тоньше человеческого волоса. Именно они могут стать одним из самых прочных материалов, который когда-либо был открыт. В сто раз более прочные и в шесть раз более лёгкие, чем сталь. Учёные и инженеры со всего мира, в том числе специалисты НАСА, с энтузиазмом восприняли изобретение нового материала, обладающего уникальными свойствами. Углеродные нанотрубки обладают невероятным потенциалом. С помощью такого материала можно дать волю воображению и создавать конструкции невероятных размеров. При этом на них не будут распространяться привычные законы, ограничивающие фантазию строителей. Поразительный пример того, где может быть применено это открытие. Уже более века назад появилась идея космического лифта. Сейчас её разработкой активно занимается НАСА. Идея, которая вошла в широкий научный обиход в середине XX века, была подхвачена многочисленными фантастическими романами, прежде чем была оставлена за неимением достаточно прочного и лёгкого материала. Свойства углеродных нанотрубок в наши дни делают теоретически возможным создание кабеля длиной более 36 тысяч километров, который протянется от экватора до спутника на геостационарной орбите. Мы не можем заставить учёного всегда исходить исключительно из прагматических соображений, связанных с тем, что мы можем создать сегодня. Необходимо дать учёным свободу думать о будущих проектах, которые могут показаться сегодня экстравагантными, но которые заставляют задавать правильные вопросы относительно того, что нам необходимо и того, что возможно создать. На начальном этапе задача состояла в том, чтобы научиться производить эти мельчайшие нанотрубки в количествах, достаточных для их промышленного использования. Были опробированы различные методы, но наиболее удачным оказался метод, применённый профессором Даниэлем Резаско. Для того, чтобы ускорить процесс производства нанотрубок, он решил применить катализатор, действующий на наноуровне. В его установке используется водород, азот и моноксид углерода. Для того, чтобы создавать одностенные нанотрубки, нужен специальный катализатор Даниэль Резаско. Мы имеем кластеры чашообразной формы. После того, как они сформируются, из них начинает расти нанотрубка. Атомы прикрепляются к первоначальной чаше. Если бы учёные пытались строить нанотрубки из отдельных атомов, это потребовало бы астрономического количества времени. Однако самоорганизация атомов на наноуровне даёт возможности для массового производства наноматериалов. Физические законы, которые действуют на этом уровне, позволяют влиять на свойства материи так, чтобы в каком-то смысле заставить её самоорганизовываться. Таким образом, возможно, создать условия, в которых из отдельных атомов будут вырастать нужные нам структуры. Лабораторные испытания дали многообещающие результаты. Благодаря финансовой поддержке НАСА профессор Ризаско построил более крупный реактор и воспроизвёл лабораторный эксперимент в более серьёзных масштабах. Объёмы производства нанотрубок постепенно растут. Корпорации по всему миру находят новое применение для этого чудесного материала. Наиболее длинные нанотрубки, созданные в лаборатории, до сих пор не превышают нескольких десятков сантиметров. Сейчас они используются только в виде составляющих различных композитных материалов. В продуктах, для которых прочность и лёгкость являются ключевыми форастеристиками. Однако развитие материалов на базе углеродных трубок будет активно продолжаться в следующем десятилетии. Вскоре они будут активно применяться в инженерии и строительстве. Архитектурная форма ограничена определёнными физическими законами. Поскольку современные материалы тяжелы и ограничены в прочности, строители ограничены в том, какую форму они могут придавать своим постройкам. В случае углеродных нанотрубок можно создавать самые безумные формы. Мы сможем увидеть совершенно новые формы, невозможные при использовании сегодняшних материалов. Облик наших городов сильно изменился. Нанотехнологии обещают преобразить их самым радикальным образом. Наноматериалы благоприятствуют развитию электроники. Новая электроника, в свою очередь, позволит нам получить более широкий доступ к информации о мире, который нас окружает. Наноэлектроника В Корее профессор Гючин Чо работает над новым способом применения углеродных нанотрубок. Его интерес связан с электроникой. Дело в том, что, вдобавок к своей высокой прочности, эти структуры являются замечательными полупроводниками. Лаборатория профессора — одно из мест, где используются чернила, состоящие из суспензии углеродных нанотрубок. Эти чернила нужны для принтера, который наносит радиочастотные идентификационные метки на бумагу или пластик. Эти метки обладают памятью, которая может содержать данные любого рода. Такие данные можно передавать специальному считывающему устройству. Подобные технологии всё чаще и чаще используются в магазинах и при осуществлении логистики ряда товаров. Их используют в паспортах, системах оплаты на дорогах, а также в библиотеках. И если удастся уменьшить стоимость таких систем в 2-3 раза, они станут такими же распространёнными, как и бар-коды. Обо всех продуктах потребления, даже самых незначительных, мы сможем получать больше информации. Более того, их будет легче обнаружить в любой момент времени. Тем временем в Японии доктор Генки Йошикава разработал мощный детектор, способный определить опасные вещества. Его миниатюрный датчик ярко иллюстрирует возможности нанотехнологий. Он способен отреагировать на одну единственную молекулу, попавшую на его поверхность. Наносенсоры очень интересные идеи. Они чрезвычайно малы и могут быть нацелены на самые разные вещества. Они могут реагировать на химические или биологические сигналы, на температуру, на всё, что угодно. По сути, наносенсор может почувствовать всё, что угодно, если сконструировать его соответствующим образом. Технология Йошикавы позволяет производить сенсоры, которые будут работать гораздо чувствительнее и избирательнее собачьего носа. Собачий нос оснащён огромным количеством крошечных нервных окончаний, каждая из которых способна улавливать определённые молекулы. По совокупности сигналов, поступающих от этих рецепторов, собака способна очень тонко различать запахи. Прибор доктора Йошикавы имитирует этот механизм. Созданные им рецепторы улавливают определённый тип передающих запах молекул и указывают на их присутствие. Затем полученные комбинации данных сравниваются с имеющимся в базе данных. Генки Йошикавы. В настоящее время, если нам нужно проверить уровень загрязнений воздуха или, скажем, питьевой воды, мы не можем делать это самостоятельно. Вернее, делать это самостоятельно очень трудно. Нужна целая лаборатория. Но если мы оборудуем наносенсорами мобильные телефоны, каждый человек сможет лично проверять состояние окружающей среды. Пока сенсоры содержат только восемь уловителей, но при этом они, подобно собакам, могут легко различать запах различных типов мяса. За счёт увеличения числа таких уловителей система окажется способна обнаруживать следы любых опасных газов или взрывчатых веществ, определять свежесть мяса или чистоту воды. Пусть они малы, но влияние, которое они окажут на нашу жизнь, велико. Оно просто огромное. Скажем, мосты — это что-то большое и важное. Наноматериалы будут использоваться в крупных проектах. Наночастицы так малы, что мы их даже не видим. Но они повсюду, и они в корне изменят нашу жизнь. В прошлом веке человек увлекался масштабным строительством, стремился создать что-то большое. В этом веке мы перешли к тому, чтобы делать вещи как можно меньше и умнее. Подобный сценарий развития событий весьма вероятен ещё и потому, что поведение отдельных материалов на наноуровне позволяет говорить о создании самодостаточных в энергетическом смысле сверхмалых устройств. Работая с нанокристаллами оксида цинка, профессор Чон Клинь обнаружил, что при механическом воздействии они вырабатывают электрический ток. Для того, чтобы найти этому свойству полезное применение, он нашёл способ собирать нанокристаллы в пластины толщиной около 50 нанометров. При механическом изменении формы кристалл оксида цинка генерирует электрический ток. Чон Клиньвон Нас повсюду окружают различные виды механической энергии. Вибрации, шумы, потоки воздуха, ветер — вся эта механическая энергия. Если мы сумеем преобразовать её в электричество, мы сможем питать им различные устройства. Команда смогла расположить несколько миллионов нановолокон между двумя электродами, затем повторить операцию на следующих слоях, чтобы увеличить выходную мощность. В результате, при механической деформации такие конструкции вырабатывают вдвое больше электричества, чем классический пьезоэлемент. Цель профессора Вонга — научиться генерировать электричество от такого простого и доступного источника, как вибрации нашего тела. Мобильные телефоны и другие переносные гаджеты можно будет заряжать где угодно и когда угодно. Но до того, как подобные устройства попадут к нам в руки, они будут опробированы в системах, обеспечивающих общественную безопасность. Преимущество наносенсоров в том, что мы можем разместить огромное количество буквально повсюду. Они смогут засечь что угодно — от лака для волос до опасных химикатов и загрязнителей. С их помощью можно будет не только обнаружить опасность, но и предвидеть ее распространение в городе. Каждый город может получить собственную автоматическую систему оповещения об опасности. Города станут сложными системами. Эти системы способны нас защищать. Можно представить себе будущее, в котором мы будем окружены множеством невидимых многофункциональных датчиков, которые будут отслеживать все, что угодно. Технологии наблюдения существуют уже давно. Всем известные жучки отнюдь не нано-приборы. Но дальнейшее уменьшение размеров подобных устройств позволит увеличить возможности систем наблюдения и контроля. Это поставит нас в двоевкую ситуацию. С одной стороны, мы хотим чувствовать себя защищенными в случае опасности, но с другой стороны, мы не хотим находиться под постоянным присмотром. И это, противоречивая, сложно разрешить. Подобная двойственность уже на протяжении длительного времени питает всякого рода предположения относительно того будущего, к которому могут привести нанотехнологии. Сегодня утром я почувствовала недомогание. Я снова сделала все анализы. Но система показала мне, что все в порядке, что это психосоматическое. И снова прописала мне успокоительное. Это происходит со мной каждый раз, когда я должна выходить из дома. При этом, еще совсем недавно, я прогуливалась по городу и наслаждалась комфортом торговых зон. Мне было приятно, когда рекламные стенды меня узнавали. У нас есть то, что вы искали. Сегодня у нас скидка 25% на новой коллекции. Не упустите свой шанс. Я везде чувствовала себя в безопасности. Чувствовала себя защищенной. Приношу извинения, но в этой части галереи обнаружен подозрительный сверток. Мне нравилось, что мир вокруг меня организован, что это сделано для меня. Мадемуазель, вы можете продолжить прогулку. Качество воздуха оценивается как удовлетворительное. Теперь все иначе. Мне все время кажется, что за мной следят, наблюдают. Я никогда не бываю одна. Успокойтесь, у вас слишком учащенный пульс. Идите медленнее, у вас слишком учащенный пульс. Мне не удается совладать с приступами беспокойства. Я хорошо помню тот день, когда все пошло наперекосяк. Был четверг, стояла хорошая погода. Соседский малыш снова оставил свой мячик на улице. Я подошла к их дому. Он меня сразу узнал. Но у него была моя фотография, сделанная пять лет назад. При этом я жила в этом доме всего несколько недель. Меня это насторожило. Я задумывалась о том, что вся информация обо мне где-то хранится. Возможно, все, что я говорю или делаю, фиксируется. А потом к этой информации получает доступ дом моих соседей. С того момента меня не покидает ощущение, что моя жизнь мне больше не принадлежит. Что обо мне все известно. Я чувствую себя беззащитной, во власти неизвестно кого и чего. Напоминаем, что вам необходимо обновить ваше удостоверение личности. Это необходимо для успешного функционирования социальных услуг. Спасибо за понимание. Современные технологии разрушили саму идею частной жизни. Возьмем те же сотовые телефоны. Вам может казаться, что ваша личная жизнь неприкосновенна, но это вовсе не так. Нужны механизмы регуляции, нужны законы, согласно которым будут применяться новые технологии. Необходимо создать гарантии того, что технологии не будут нарушать права личности. Большинство из нас пользуются компьютерами каждый день. В свое время компьютеры распростанились очень быстро. Появление нанотехнологий обещает революции и в этой сфере. Компьютеры существуют уже более 70 лет. Поначалу они были огромными и занимали целое помещение. Теперь компьютер умещается в ладони. Они стали гораздо мощнее и работают в миллиарды раз быстрее своих предшественников. В настоящее время для производства компьютеров используется кремний. Однако, возможности для минимизации кремниевых чипов ограничены свойствами вещества. Для этого, если размеры чипов приближаются к длине световой волны, если цепи расположены ближе, чем в 20 нанометрах друг от друга, они уже не могут работать эффективно и отдельно друг от друга. По мере увеличения мощности компьютеров и их миниатюризации, мы столкнулись с физическими ограничениями. Эти ограничения остановили текущее развитие технологии. Не случайно, что именно IBM стала первой использовать туннельный микроскоп. Именно отсюда выходят новинки индустрии микропроцессоров. Именно здесь проводятся передовые исследования свойств материалов на наноуровне с тем, чтобы применять эти свойства для развития информатики. Перед нами исследовательский центр Томаса Джона Уотсона компании IBM, находящейся в штате Нью-Йорк. Это крупный производитель компьютеров, который исследует удивительные свойства нового наноматериала, способного заменить собой кремний. Этот материал называется графен. В каком-то смысле это развернутая нанотрубка толщиной в один атом. По структуре графен представляет собой гексагональную кристаллическую решетку. Графен невероятно прочный и гибкий, и при этом способен передавать электрический ток примерно в тысячу раз эффективнее меди. Доктор Чан Йен Сунь. Графен обладает целым рядом важных преимуществ. В первую очередь это один слой атомов, что позволяет конструировать из него очень миниатюрные устройства. Кроме того, собранное из графена устройство будет очень и очень быстро. Графен был получен в 2004 году. В 2010 году ученые, открывшие и изучавшие графен, были удостоены Нобелевской премии по физике. Специфические свойства графена позволяют использовать его в электронике. Доктор Сунь рассматривает графен как потенциальную альтернативу современным полупроводниковым транзисторам. Созданные им экспериментальные транзисторы работают быстрее, чем ожидалось. Долгосрочный план заключается в создании высокопроизводительных вычислительных устройств на основе графена. Это должно произойти через 20-30 лет. Мощность компьютеров продолжает расти, а их размеры уменьшатся. Новые материалы позволят наращивать возможности наших компьютеров на протяжении нескольких десятков лет. Возможности, открывшиеся благодаря исследованиям на наноуровне, столь обширны, что некоторые ученые предрекают еще больший прорыв, чем тот, о котором свидетельствуют нынешние достижения в области информатики. Нанотехнологии раздвигают границы возможного. Это как освоение космоса. Это все равно, что высадится на Марсе. Мы на пороге удивительных открытий. Развитие нанотехнологий — это не просто постепенное улучшение техники. Это череда прорывов. Доктор Аона Масаказу — один из ведущих в мире специалистов в области наноматериалов. Несколько лет назад он с помощью электронного микроскопа изучал структуру металла и неожиданно обнаружил, что атомы серебра сами прикрепляются к платиновому зонду. Когда он поместил молекулу сульфида серы и атом платины в одном нанометре друг от друга и подал на зонт напряжение, он увидел, что атом серебра начал расти. В определенных условиях атом серебра поднимается. Если сменить полярность с плюса на минус, то атом начинает опускаться. Аона Масаказу. Как только я увидел это, то сразу понял, что такой феномен можно использовать в создании простейшего переключателя размером в один атом, который мог бы работать при комнатной температуре. Это открытие легло в основу разработок самого миниатюрного в мире атомного переключателя. Расстояние между двумя электродами составляет один нанометр. Под воздействием электрического тока отдельные атомы поднимаются, образуя мостик. Нам удалось создать простейший переключатель из нескольких атомов. Компьютер состоит из огромного количества переключателей, способных находиться в двух состояниях. Он запоминает информацию и производит вычисления, изменяя положение отдельных переключателей. По сути, у нас появилась возможность создать очень маленький компьютер. Действительно очень маленький. Группа ученых работает над созданием транзисторов тысячу раз меньшего, чем ныне существующие. Доктор Аона открыл еще одно примечательное свойство своего атомного переключателя. Переключатель состоит из серебряного наномостика между двумя проводами из платины и сернистого серебра. При смене полярности, подаваемого на провода напряжения, резко меняется проводимость. Это открытие направило ученых в неожиданном направлении. Когда профессор Джеймс Джимзевский услышал об атомном переключателе, он решил отправиться в Японию, сразу же придумав применение для этого устройства. Когда я увидел это, то понял, что для этого феномена есть и другое применение. Мы можем использовать эти переключатели так же, как мозг использует синапсы, те части нейронов, которые передают сигналы. Человеческий мозг состоит из более чем 100 миллиардов нервных клеток, называемых нейронами. Нейроны передают друг другу и остальным клеткам электрические импульсы. Эти импульсы передаются по отросткам, с помощью которых нейроны связываются друг с другом, так называемым синапсом. Профессор полагает, что этот процесс очень похож на то, что можно наблюдать в атомных переключателях. Из этой идеи вырос проект, в котором сотрудничают японская лаборатория профессора Аона и калифорнийская лаборатория Джеймса Джимзевски. Их цель — использовать атомный переключатель как базовый элемент искусственной нервной системы. Они хотят создать компьютер, работающий по образцу человеческого мозга. Эти устройства ведут себя как нейроны. Я подумал, как же нам связать их между собой? Тогда я вспомнил о структуре мозга. В нем существует огромное количество связей. Я решил, что контакты между переключателями нужно располагать подобным же образом. Нужно сделать некое подобие мозга. Воспроизвести нейронную сеть человеческого мозга казалось невозможным. Но идея Джеймсевски состоит в том, что нейронная сеть прежде всего характеризуется наличием многочисленных связей между нейронами и что эти сложные взаимодействия могут позволить цепи постепенно изменять конфигурацию аналогичным процессам, происходящим в мозге. Чтобы проверить гипотезу, в лаборатории Лос-Анджелеса незамедлительно начались работы. Суть первого этапа состояла в том, чтобы собрать структуру, которая по количеству связей напоминала бы человеческий мозг. На этих картинках видно, как происходит сложный процесс в этой цепи с миллиардами атомных переключателей, которые связаны между собой различными способами. Когда профессор Джеймсевский подключил эту экспериментальную цепь к источнику тока, он отметил, что цепь самостоятельно изменяет свою конфигурацию. Атомные переключатели, которые подвергались воздействию тока, становились все более и более реактивными, определяя дальнейшую траекторию тока. В какой-то степени эта цель изменялась в зависимости от происходивших в ней электрических событий. То есть, можно говорить о некоем опыте, который она приобретала. Искусственный мозг во многом похож на ребенка. Первоначально у него нет никаких знаний. Постепенно, получая информацию из нее, он создает связи. Так у него появляется опыт. По своему прошлому опыту он может предсказать, чего ожидать в будущем. Это можно назвать процессом обучения и развития. Это сравнение может показаться слишком метафорическим. Однако, оно базируется на главной идее нанотехнологий. На наноуровне свойства материи сближаются вне зависимости от того, идет ли речь о живой или неживой материи. Действительно, на уровне нанометра, то есть на том уровне, с которым работают нанонауки и нанотехнологии, грань между живой и неживой материи стирается. Появление атомных переключателей позволит сконструировать подобие человеческого мозга и даже смоделировать человеческое мышление. Джеймс Джимзевский продолжал использовать постоянный ток в цепи, и вот однажды произошло неожиданное событие. Уровень тока в системе резко возрос. Что означает этот феномен? Джимзевский решил обратиться за помощью к коллегам. Команда начала сотрудничество с учеными Испанского университета Майорки. Джимзевский обратился за помощью к аргентинскому нейрофизиологу Данте Кьяльво. Кьяльво исследовал работу головного мозга, измеряя токи, проходящие через мозг в тот момент, когда человек испытывает эмоции. Когда человек что-то вспоминает или его переполняют эмоции, можно зафиксировать всплески сигнала. Профессор был поражен параллелями между работой искусственной цепи и человеческого мозга. Данте Кьяльво. Основные принципы работы человеческого мозга и этих атомных переключателей по сути одинаковы. И это не просто метафора. Эти процессы объединяет общая физика. Разработка искусственного мозга пока находится на начальном этапе. Однако профессор Джимзевский верит, что однажды ему удастся создать искусственный интеллект. Он сможет научиться чему угодно. Он сможет изучить наши привычки. Когда вы будете просыпаться, вас будет ждать горячий кофе. Вы сможете подружиться. Ваш опыт станет его опытом. Если вы постоянно общаетесь с искусственным интеллектом, он научится вас понимать. Конкретизация этих интуитивных идей ученых возможно не случится в этом веке. Но между тем нанотехнологии позволят информатике продолжать свое победоносное шествие и занимать все большее и большее место в нашей жизни, в том числе давая новые сюжеты фантастическим романам. Настоящее счастье просто находиться дома. Он просто идеален. Находясь дома, я могу выполнять все свои задачи. Мой дом как мой лучший друг. Он всегда рядом, всегда внимателен к моим малейшим пожеланиям. Иногда, правда, ведет себя немного авторитарно. Ты должна попробовать этот десерт. Он полностью соответствует твоим вкусам. 98% похожих на вас покупателей надевало это платье только один раз. Я могу даже сдавать анализы дома. Достаточно просто прилечь, система все проверит. Она выявит, если что-то не в порядке, свяжется с платьем, поликлиникой и скажет мне, какие действия я должна предпринять. Причин для беспокойства нет. Вы в отличной форме. Возможности дома безграничны. Только посмотрите на этого маленького гения. Ему всего 8 лет. В его комнате есть космический лифт. Мальчик очень привязан ко всему цифровому. Но это нормально. Сегодня день его рождения. Я приготовила ему виртуальное пирожное. Он это обожает. Но мне кажется, что оно слишком большое. Большое спасибо. Это мое самое любимое. Он классный. Никогда не капридничает. Не спой. С ним так легко. Но как твое пирожное? Сладкое, как и все десерты. Но это почти, как ничего не сказать. Извини. Но как все дети этого возраста иногда он становится несносным. Сахар состоит из глюкозы и фруктозы. Глюкоза очень важна для работы мозга. Но я спрашивала тебя не об этом. Почем? Просто хотела узнать, что ты чувствуешь. В организме человека глюкоза является наиболее универсальным источником энергии. Это уже пятый, которого я выращиваю. Я даже не знаю, нужно ли заводить следующего. Это забавно, но в то же время такой стресс. Изменяют ли технологии новые технологии в условии человеческой жизни? Я хочу сказать, влияют ли они на то, как мы работаем, общаемся друг с другом, перемещаемся в пространстве, реагируем на события. Ответ, безусловно, да. Теперь встает другой вопрос. Могут ли эти технологии изменить то, что называется положение человека? То есть наше отношение к жизни, к смерти, к другим людям. Эти вопросы активно обсуждаются с 1958 года. К чему приведет развитие технологий? Какие проблемы могут возникнуть в связи с этим в обществе? Подобными вопросами задаются люди по всему миру. Лондонское королевское общество в 2004 году выпустило доклад на эту тему. Бывший председатель королевского общества, а ныне директор Тринити колледжа в Кембридже знаменитый астрофизик сэр Мартин Рис. Мартин Рис. Я считаю, нам не стоит бояться катастроф, вызванных нанотехнологиями. Однако очевидно, что любая новая технология создает не только новые возможности, но и новые опасности. Задача ученых, как и правительства стран, заключается в том, чтобы дать нам возможность насладиться благами этих новых технологий, при этом максимально снизив их риск. Отчасти ответственность лежит на ученых. Например, в вопросах потенциальной токсичности новых материалов. Однако вопросы воздействия новых технологий на человеческую жизнь и жизнь общества выходят за рамки научной плоскости. Я считаю, что на ученых возложена нравственная ответственность. Они должны объяснять всем, что они делают в своих лабораториях. Они должны обсуждать эту технологию не только с другими учеными, но и с неспециалистами. Они должны рассказать представителям разных слоев общества, как эта технология изменит их жизнь. Мне кажется, нельзя возлагать ответственность за использование технологий на тех, кто их разрабатывает. Как полезное, так и вредное использование в зоне ответственности всего общества. Таким образом, задача не в том, чтобы оказывать давление на ученых. Нужна политическая среда, чтобы определить то место, которое технологии занимают в обществе. Это политический вопрос, а не научный. Но главное в этих размышлениях и спорах не забывать о самих проблемах, в решении которых могут помочь нанотехнологии. Нанотехнологии содержат ключ к нашему будущему, потому что они касаются не только, скажем, электроники. Они повлияют на все аспекты нашей жизни, будь то окружающая среда, энергетика, медицина и коммуникации. Лично я считаю, что мы не можем не пользоваться нанотехнологиями. От них зависит будущее человечества. Наступил момент, когда мы больше не можем использовать старую промышленность. Она убивает планету. Фильм, переведенный и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. ТПО Ред Медиа. ТПО Ред Медиа.